Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. Разговор о наболевшем помощник президента провел выездной прием граждан в Абрусске. Часть людей, безусловно, поднимали вопросы, которые уже не решаются на протяжении большого количества лет. Что взято под личный контроль. Мы в ответе за тех, кого приручили. Приют для бездомных животных добродетель нуждается в помощи. Нам отменили оплату содержания за первые пять суток. Как внести свою лепту? Фееричное шоу. На сцене Дворца искусств прошел отчетный концерт Центра Росквит. За год наши воспитанники достигли серьезных успехов. Чем удивили зрителя. А также российский кредит, коммерческая эксплуатация и новый рейс. Из Екатеринбурга в Минск начали летать уральские авиалинии. Просьбы, предложения и жалобы. В Абруйском райисполкоме прошел выездной прием граждан. О наболевшем жителе региона говорили с помощником президента. Вопросы касались медицины, ЖКХ, приватизации и строительства жилья. Все обращения Леонид Мартынюк взял под личный контроль. Сегодня, принимая людей, я видел, что, во-первых, в ряде случаев не устраивает какое-то качество жизни, хочется жить лучше. Но и подчас это должно зависеть от самих людей. Если хотите, чтобы был город Краша или обстановка Краша, благоустроенные более, нужно где-то, может, и даже самим принять в этом участие. Часть людей, безусловно, поднимали вопросы, которые уже не решаются на протяжении большого количества лет. И видно, что для них они болят. Но, к сожалению, эти вопросы решаются в рамках законодательства. И это будет также и продолжено. После инспектор по Могилевской области ознакомился с ходом весенних полевых работ на предприятиях АПК Бавруйского района. Сейчас у белорусских аграриев жаркая пора – заготовка кормов. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 915 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 395 990 человек. В национальном аэропорту Минска начали делать быстрый ПЦР-тест. Результаты по новым технологиям доступны уже через два часа. По данным медиков, у исследования высокая чувствительность и клиническая надежность. Для того, чтобы сдать анализ, желающие должны предъявить паспорт, копию авиабилета и чека в оплате. Лаборатория аэропорта – живая очередь. Первый энергоблок, второй транш и 15-е подорожание. В стране выросла стоимость на автомобильное топливо. Во сколько обойдется литр 92-го? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь получила второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов. Напомним, соглашение о предоставлении нашей республике российского кредита в сумме, эквивалентной миллиарду долларов, подписано в 2020-м. Первый транш кредита Министерства финансов получила в конце прошлого года. Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Экспертизу безопасности выполнил Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси. А оценку соответствия – непосредственно Госатомнадзор. Специалисты отмечают, начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации Беларусь. В стране подорожало автомобильное топливо. Цена выросла на одну копейку. Литр 98-го бензина стоит 2 рубля 17 копеек. 95-й, как и дизельная, обойдется в рубль 95. За 92-й придется отдать рубль 85. В этом году это уже 15-я по счету повышение стоимости. Из Екатеринбурга в Минск начали лететь уральские авиалинии. Рейсы будут выполняться раз в неделю по средам. С начала мая из белорусской столицы в Екатеринбурге обратно летает авиакомпания «Белавиа». Время в пути – 3 часа 20 минут. В Беларуси стартовали корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови. По полной среде добровольцев приглашают инициативные группы, некоммерческие организации, работников государственных и частных компаний. В стране насчитывается около 100 тысяч доноров. Из них 67 тысяч награждены знаком отличия. Мокрые носы, виляющие хвосты и милые видео в интернете – это лишь одна сторона медали. В приюте для животных-добродетелей полторы сотни животных, которые нуждаются в еде, доме и ветеринарной помощи. Унести свою лепту может каждый, как знает Карина Гуревич. Наши братья меньшие, лучший друг ребенка, член семьи – все это знакомое описание домашних питомцев, которых мы так любим. Но тогда почему многие из них оказываются на улице? Ежегодно по всей стране отлавливают порядка 40 тысяч собак. Более чем две трети из них умирают. Пока одни выкидывают неугодных за дверь, другие спешат на помощь. Это касается и волонтеров приюта «Добродетель», которые безвозмездно тратят время и силы на четвероногих постояльцев. Прихожу, помогаю кашу варить. Ну и все. Помогаю, если надо убраться. Если есть возможность, кто-то другой варит, то помогаю кормить, которые на улице. Ну, в вольер я не захожу, но именно уличный. Перед тем, как животное попадает на территорию, оно обрабатывается от блох, клещей и гельминтов. Новому постояльцу присваивается номер после прививки. Для взрослых только от бешенства, щенкам еще и от вирусов. Плюс стерилизация. В ближайшее время приют начнет чипировать четвероногих. Это поможет отслеживать собаку и после того, как ее заберут. Самое необходимое для приюта – это кон для животных. Сейчас здесь содержится 160 собак и даже одна кошка. За день они не съедают два с половиной мешка круп и 25 килограммов мяса. Между тем, расходы на содержание приюта немаленькие. В месяц только на корм уходит 6 тысяч рублей. Еще 400 – на аренду земли, уплату налога и коммуналку. Раньше за спасение жизни животных, которые попадали в пункт временного содержания, приходилось тоже платить. Если собаку никто не забирает, через пять дней ее ожидает автаназия. Нам отменили оплату содержания за первые пять суток. В буксапе, я хочу сказать, что мы наладили отношения. Мы нашли общий язык. Нам пошли во многих вопросах навстречу, за что мы очень благодарны. Что дает и увеличивает шанс именно спасать животных более эффективно сейчас. Благодаря неравнодушным приют растет и расширяется. Однако потребностей меньше не становится. Нужны витамины, пеленки, стройматериалы. Помочь можно разными способами. Взять себе щенка, стать волонтером или просто перевести деньги на счет. Добровольцам, которые умеют шить и мастерить, рады в первую очередь. Любой маленький шаг – это большая поддержка для постояльцев Ирины Кавалеровой и ее команды. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Мир счастливого детства. На сцене Дворца искусств прошел отчетный концерт Росквита. Лучшие номера исполнили творческие коллективы центра. Это «Росы», «Кукушечка», «Жемчужинка», «Шоколад», «Очаровашка», «Василек» и «Созвучие». Танцевальное и вокальное шоу длилось больше двух часов. За это время зрители насладились народной хореографией и современными песнями. Мы сегодня представили другие направления нашей деятельности. Это декоративно-прикладное искусство, это наши художники, это наши спортсмены, это наши достижения, которые за год наши воспитанники достигли серьезных успехов. Росквит, к слову, уже 39 лет радует горожан творческими номерами. В Центре дополнительного образования детей и молодежи занимаются свыше 3000 человек. В более чем 350 объединениях по интересам. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!